доброе утро друзья я уже вышла в парк приехала с чарли погулять погода у нас сегодня солнечная такие тучки ну хотя бы знаете не пасмурно как будто на той неделе прям дня три было так пасмурно непривычно вот потому что у нас как бы всегда должна быть солнечная погода сегодня как ну день начался обычно спросила мужа что будем делать там барбекю или еще что-то мясо в принципе есть он говорит ничего не охота и тогда не буду я тоже ничего делать ну вернее я буду делать я вообще знаете чего хотел плов сварить себе потом думаю нет хочу рубленые котлетки хочу короче все хочу и одновременно а блин пипец их люблю я пожрать особенно вкусно но для начала надо прогуляться пройтись потом к морю выйду посмотрю сегодня вроде как машин поменьше даже так что вот так гуляем а еще сегодня по телеку в 2 30 будут ну решать как говорится что делать если следующие две недели у нас же ну типа как это локдаун или как там он называется это по умному вот каждые две недели вот думать что будут делать но по нашей части андалусии но мы же не как все провинция граната у нас же тут вообще еще сильнее все строже чем в остальных например в той же малаге в часе езды от нас там открыты магазины до 6 там все такое открыто до 6 а у нас же все закрыто не будут думать что делать и поговаривать что все будет еще один на две недели продлиться также то есть магазин и рестораны все закрыто но я не про это просто у нас скоро же праздник какие-то праздники тут прямо один за другим и получается чуть ли не недели выходных и вот я хотела знаете вспоминаю что ровно год назад я была в россии муж такой уже да ладно год уже два прошло или три я говорю ага четыре говорю моей племянницы еще и двух лет нету я говорю в девять месяцев ездила крестить вот так что представляете уже целый год прошел я бы в принципе не против еще бы была съездить к ним тем более у них есть кое-какие изменения и я бы их с удовольствием тоже навестила в этом году но видно не судьба тем более моя племяшка мелкая такая она смешная такая классная такой возраст у них прикольный когда годик с лишним вообще ну ладно будем общаться по ватсапу благо это есть потому что помню раньше когда я только что приехала сюда не было никаких интернетов да и звонили мы ты из будки по каким-то там кодом которые передавались чуть ли там не по секрету вот ну наверное кто приехал в те времена 16 лет назад все так делали там за еврик положишь и тому не знаю может минут 15 можно было поговорить вот а я с бабушкой тогда договаривалась чтобы она подошла дома нас телефона не было потом а нет у нее мобильный был я помню свой ей подарила мобильный давным-давно еще первым некоторые было знаете такой непробиваемый не то что сейчас и вот так я и звонила там с этой будкой опять что ли только покакал опять какать не ну ты посмотри засранец какой а сейчас вроде бы как все нормально можно общаться хоть каждый день но знаете не общаемся кстати на сейчас сестре двоюродной позвонить что-то я давно и не звонила смотрите какая красота я обожаю вот такие облака у нас россии вот только такие были такие классные нет я в детстве представляла что на них можно летать и строила из них замки блин шикарно как над морем конечно там нет никаких облаков а вот здесь вообще это как-то осень вот даже мы вчера с клиентками вспоминать разговаривали не как раз собралось там человека 3 и вы знаете о чем болтали что в прошлом году в это время они говорят уже включали всякие там обогреватели уже под надевать господи одевали пододеяльники зимние а в этом году мы еще уходим в майках так что в этом году как-то особо тепло но очень влажно смотрите какая красота все суперски чарли убежал от меня куда-то надеюсь что он здесь ты чё убежал от меня один в общем смотрите я здесь замариновала будут у меня такие рубленые котлетки индюшачьи смотрите какие желтые от яйца одно яйцо здесь еще где-то пол кило грудки одно яйцо грамм 30 овсяных хлопьев быстрого приготовления специи по вкусу чесночок лучок она постояла минут 20 уже даже больше сейчас внутрь буду добавлять кусочек сливочного масла и сыр потом обжарю вот такие грибочки на сливочном масле тоже чуть-чуть прям граммочек сливочного масла обжарю вот эти грибы я просто обожаю а также я отварю кстати котлетки буду делать на пару там у меня будет вариться гречка вот наверху будет вариться котлетки на пару это все вот так вот выглядит как крышка видите тут у меня уже гречка будет вариться а а здесь у меня будет на пару такие котлетки сейчас я просто опрыскиваю так вот маслечко и все и буду лепить котлетки а Субтитры добавил DimaTorzok 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 Гречка уже готова Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Всем приятного аппетита! Добавил DimaTorzok Субтитры 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 добавил DimaTorzok И в общем у нас карантин Вот эти вот все Запреты будут не еще на 2 недели А на 2 недели с половиной То есть до 10 декабря Потом я наверное больше чем Уверена что все откроют Потому что там уже Рождество То есть там уже По любому надо открыть Чтобы иначе будут Люди протестовать и протестовать Вот Но нам все так же нельзя из нашего города ну если только у вас нет какой-нибудь бумажки подтверждающий что вы его там либо по работе либо к врачу вот но хотя бы магазина откроется знаете это хорошо так что я всего лишь один понедельник не гуляла по магазинам не знаю завтра многие магазин еще не готовы открыться посмотрим у нас же еще черный пятница на этой неделе то вообще как бы шикарно да хоть какие-то скидки урвать потому что многие как раз покупают подарки вот именно на скидки вот эти вот на черной пятницы потому что скидки скидки у нас всегда начинаются где-то 6 7 января после рождества и после нового года такие вот с нормальной скидки вот так что вот так вот конечно у меня подруга живет гранаде она конечно в шоке потому что у них тоже городок небольшой и у них все уже третью неделю будет все закрыто магазины рестораны бары а испанцы не знаете как они любят позавтракать на улице они вообще не уличные люди им нужно даже вот сегодня на пляже столько народу было потому что они любят сидеть дома и дома холодно и они вот греться выходят на улицу выпить кофе покушать вот все что угодно и чтобы вот так закрыть это как знаете как птицу в клетке вот держать вольную не ту которая моя канарейка которая привыкла всю жизнь жизни если ее выбрать сейчас выпустить то она не сможет на воле жить а вот таких вольных птиц ну в общем да завтра пойдем с вами по магазинам блин шашлыком как пахнет вкусно знаете на улице 20 с лишним градусов но ветер такой прям ух ледяной ледяной такой прям прохладненький так что я буду вкусно пахнет белье после стирки буду убирать белье какой солнце ярко и пойду наверное чай себе заварю с куркумой с черной смородины и с облепихой все друзья съем зеленая тыблочка и пойду монтировать с вами я прощаюсь до завтра всего самого лучшего и всем пока пока